Добрый вечер, в эфире новости. Меня зовут Антон Скаль, о самом важном прямо сейчас. Эпопея тяж. Прошел суд между прежним и новым арендаторами парка Изумрудный. Какое решение принято и как оно повлияет на дальнейшую судьбу парка. Кто готовит самого вкусного и безопасного леща, где найти горячие соки, о крупных предприятиях пищевой промышленности расскажем в выпуске. Музей Мир Камня готовит для барноводцев необычную программу. Какие самоцветы засияют на выставке в музейную ночь. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил стенд Алтайского края на международной выставке в Баку. Сейчас там с официальным визитом находится делегация нашего региона во главе с заместителем председателя правительства Алтайского края Виктором Мещеряковым. Во время осмотра стендов президента особо заинтересовала продукция алтайского биофармацевтического кластера Алтай-Био. Напомню, в составе делегации в Баку работают также представители 13 компаний региона. По поручению губернатора Алтайского края Виктор Мещеряков привез памятные сувениры для зарубежных коллег. В свою очередь глава Азербайджанской республики передал Александру Карлину слова благодарности и пригласил его посетить свою страну. Один из самых востребованных торговых центров в Барнауле может попасть под волну массовых закрытий. Арендаторы торгового центра Европы начали получать тревожные письма оповещения об этом. Информацией с нами поделился один из арендаторов, пожелавший остаться неизвестным. Двери Европы предположительно опечатают через две недели. Причины закрытия все те же. Нарушение правил пожарной безопасности. В прокуратуре индустриального района заявили, что в ТРЦ действительно есть нарушение правил пожарной безопасности. Здесь недостаточно эвакуационных выходов, пути эвакуации в некоторых помещениях за ужины, а система вытяжной противодымной вентиляции отсутствовала. Сейчас эти нарушения устраняют. Продолжаем выпуск. Суд обязал бывшего арендатора Павла Тулина освободить парк Изумрудный. В течение месяца он должен демонтировать и вывезти с территории все свое имущество. А это в том числе аттракционы и бассейн. Правда, в этот срок Тулин может подать апелляцию. Напомню, ранее экс-арендатор Павел Тулин и нынешний Владимир Фешер подали друг на друга встречные иски. Фешер требовал сноса старых аттракционов и недавно возведенного бассейна, аргументируя это тем, что они мешают дальнейшему благоустройству парка Изумрудный. Тулин, в свою очередь, требовал признать недействительным договор перенаема земельного участка. В итоге суд встал на сторону нового арендатора Владимира Фешера. В беседе с нашим корреспондентом, тот признался, что рад такому исходу дела, но не уверен, что его предшественник выполнит свои обязательства. Что появится на месте демонтированных аттракционов и бассейна, Фешер пока не комментирует. Но напомним, что по требованию администрации района в парке как можно скорее должен появиться план с указанием планируемой реконструкции. Эта информация будет доступна горожанам. Продолжаем выпуск. Старый мост в Барнауле могут передать на баланс Росавтодора и через суд его обязать ремонтировать. Ремонт может обойтись федералам в 1 миллиард рублей. Мы его называем коммунальным. Около 18 тысяч лениц автотранспорта. Это очень большой поток. По словам губернатора, власти не допустят закрытия старого моста, пока не решен вопрос собственникам. В ближайшее время в администрации края пройдет рабочее совещание, посвященное этой проблеме. Александр Карлин также надеется на положительное решение вопроса с ремонтом моста со стороны Минэкономики и Росимущества. Бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ могут пройти жители края. Акция началась сегодня. Она приурочена ко дню памяти погибших от СПИДа. Сегодня любой желающий мог прийти в краевой диагностический центр и узнать свой ВИЧ-статус. Как много ВИЧ-инфицированных в Алтайском крае и как не попасть в их число, расскажет Тата Геворген. 21 тысяча. Столько ВИЧ-инфицированных сейчас проживает в Алтайском крае. Их число увеличилось на 20% по сравнению с 2016 годом и растет оно, как говорят врачи, лишь потому, что многие даже не подозревают о заражении. Как раз сегодня проверить это мог любой желающий. Абсолютно анонимно в краевом диагностическом центре. Для того, чтобы пройти анонимный тест на ВИЧ, необходимо просто прийти в кабинет и сдать анализы. Никакие документы при этом не нужны. Нам дадут вот такой номерок. По результатам анализа через 10-15 минут будет ясно, положительный тест или отрицательный. Медики уже подвели результаты тестирования в первый день акции. Тест прошел 91 человек. Двое инфицированы. В прошлом году около 2000 человек прошли тестирование на ВИЧ. И порядка 34 тестов оказались положительными. В случае положительного экспресс-теста предлагается прийти на стандартное обследование в центр СПИТ. Специалисты утверждают, что от ВИЧ никто не застрахован. Но для того, чтобы обезопасить себя, нужно знать, как вирус иммунодефицита передается. Существует три основных способа передачи вируса. Половой, через кровь и от матери к новорожденному. Помните, ВИЧ не передается при бытовых контактах через слюну, слезы и воздушно-капельным путем, а также через воду или пищу. Поучаствовать в акции по экспресс-тестированию на ВИЧ может любой желающий. В Барнауле с 17 мая с 13 до 15.00 по адресу Молодежная 55. И 18 мая с 10 до 15.00 по адресу Калинина 10. Позже к акции присоединится Рубцовск. Пройти тест можно будет 20 мая на уличной площадке культурно-развлекательного центра «Россия». Татави Геворгян, Денис Кузьменко. Новости. Они защищают нашу страну. Традиционный митинг, посвященный призывникам из Алтайского края, прошел сегодня в Барнауле. Всего в торжественном построении приняли участие 250 призывников. Уже сегодня большинство из них отправятся нести воинскую службу. 15 из них будут служить в президентском полку. В отличие от других призывников, их подготовка началась еще в феврале. Они проходили медицинский осмотр, беседы с психологами для проверки морально-деловых качеств. По итогам только 15 молодых людей из Алтайского края попали в президентский полк. Добавлю для остальных, весенний призыв начался 1 апреля. Сейчас мы начинаем отправки молодого пополнения войска. Идет он у нас в штатном режиме. Все по плану. На сегодня мы отправили около 200 человек уже в войска. И будет продолжаться до 15 июля. В целом, мы за весеннюю призывную кампанию 2018 года отправим более 2000 человек. А сейчас немного полезной информации для кулинаров. Энергия природы в стильной упаковке. Презентация эко-масла «Алтария» от компании «Дива Алтая» прошла в Барнауле. Какие преимущества у нового продукта и почему так важна упаковка, расскажем далее. Компания «Дива Алтая» выпустила инновационный продукт. Эко-масло в виде спрея «Алтария» не имеет аналога в стране. Особое внимание производитель уделил упаковке. Этот четырехслойный вакуумированный пакет в стальном баллоне позволяет сохранить свойства продукта на протяжении всего срока годности. Обычное растительное масло в ПЭТ-бутылке начинает терять свои полезные свойства в среднем через двое суток. Данный продукт не нужно хранить в холодильнике. Он является атрибутом на нашей кухне. То есть можно стоять где угодно и выдерживает условия хранения до плюс 50. То есть при данной температуре продукт сохраняет свои полезные свойства. Специальный дозатор дает возможность контролировать распыление масла. Тонкие слои позволяют экономично расходовать продукт, а также избегать излишков жира на домашней еде. Мы имеем гордость сегодня сказать, что мы номер один не только в стране, но мы выходим и на мировой рынок, на рынок мировых компаний с своим продуктом. Я считаю, что за 25 лет существования компании – это серьезный шаг, который необходимо было сделать для того, чтобы укрепить свои позиции. Это исторический момент. Экомасло ценят и специалисты, профессиональные повара. Они уже успели испытать новинку и уверены, масло в нестандартной упаковке в скором времени может стать атрибутом многих кухон не только России, но и в других странах. К тому же планируется расширение линейки продуктов. В скором времени появится льяное и оливковое масло. Вадим Слюсарев, Анатолий Фукс. Новости. Что ж, действительно, Алтайский край славится полезной натуральной продукцией. Только в Каменском районе работают три крупнейших предприятия. Их продукция пользуется спросом и в соседних регионах. Чем знамениты старейшие производители и как сегодня развивается пищевая промышленность края? Ответы на эти вопросы искали мои коллеги. Где готовят самого вкусного и безопасного леща, знает каждый житель края. Каменский рыбозавод работает 85 лет. Несмотря на возраст предприятия, технологии здесь на месте не стоят. Четыре года назад специалисты рыбозавода освоили метод горячего копчения. С тех пор копченый лещ стал популярен во всем крае. Кроме того, как утверждают специалисты, он безопасен, то есть не токсичен для здоровья. За солом и копчением не торопятся. Коптят только на древесных опилках, а за температурным режимом следят постоянно. Предприятие наше чем отличается от других рыбоперерабатывающих предприятий, выгодно причем, тем, что мы сами добываем рыбу в пойме реки Аби и близ лежащих озерах. Еще одно предприятие идет в ногу со временем – Каменский мясокомбинат. Ему 89 лет. С 2012 года здесь производят детское питание – колбасу и сосиски. Продукция для детей востребована не только в Алтайском крае, но и в Новосибирской области. Цена выше на 20-30 рублей. Это связано с особенностями состава. Для изготовления используют только отборное мясо. Фарш красителей не добавляют, поэтому колбаса – цвета вареного мяса, серая. Не идет мясо быков, не идет мясо оттощих животных, не идет мясо несколько раз замороженное. Витамины, которые сюда добавляются – йод, кальций, аскорбинка. Те витамины, которые положено сюда добавлять, у нас лаборатория есть, они все взвешивают на каждую порцию. Камень на Аби и напитками славится. Свою работу местная компания-производитель начала лишь в январе этого года. Предприятие – первое в Западной Сибири, которое занимается горячим разливом стоков. В специальную PET-тару разливается сок, температура которого 75-80 градусов. Она уничтожает все бактерии и микроорганизмы, которые вызывают брожение. За счет этого срок хранения продукта увеличивается до 9 месяцев. Каменские напитки нашли свое место и на Новосибирском рынке. Уже в этом году предприятие начнет производство газированных напитков. И на этом не остановится. Соки, алтайские морсы и, возможно, в ближайшее время запустим еще компоты. Это все разливается в три вида – полторашка литра и пол-литра. И развозится в независимые, несетевые магазины. Алтайские компании внедряют новые технологии в производство, тем самым улучшая качество продукции и укрепляя позиции на российском рынке. Среди ведущих производителей пищевых продуктов Сибирского федерального округа Алтайский край имеет самые высокие темпы выпуска пищевых продуктов и напитков. Татавик Геворгян, Сергей Балуев. Новости. Ночь музеев пройдет в Алтайском крае с 19 на 20 мая. Только в Брнауле можно будет посетить более 30 площадок и на каждой увидеть уникальные экспозиции, а также принять участие в тематических мастер-классах. Наш корреспондент Полина Жданова побывала на одной из площадок в музее «Мир камня» и узнала, какую программу там приготовили для полночных гостей. На стендах под стеклом блестит горный хрусталь и малахит. Где-то в конце зала прячутся осколки Челябинского метеорита и вулканическая бомба. А на пороге гостя встречают новые хозяева музея камней – юные геологи. В грядущую музейную ночь они проведут полноценные экскурсии. А поделиться есть чем. Например, 9-летний Григорий – опытный коллекционер. За своими камнями ездил в Армению, на Кольский полуостров и Урал. Я начал собирать камни, и уже как два года собираю их. И у меня довольно большая коллекция. Юные экскурсоводы заготовили большую программу. Дети участвовали и в пополнении музейного фонда. Путешествовали кто куда. Много ездили по алтайским месторождениям камней. По словам педагогов, ученики клуба геологов знают наизусть всю таблицу Менделеева и могут объяснить, чем турмалин отличается от родонита, и из каких камней добывают красители и другие необходимые вещества. Мы с папой этой осенью ездили на Акимовское месторождение. Там мы нашли много интересных камней. С одной стороны, их очень много, и они повсюду. А с другой стороны, они такие красивые. Помимо экскурсий под руководством школьников, Музей Мир Камня организует для гостей поход на сереброплавильный завод, проведет мастер-класс по витражной наклейке, презентует новые туристические маршруты и проведет беспроигрышные викторины. На остальных площадках города, а их 47, гостям обещают не менее увлекательную и насыщенную программу. Полина Жданова, Антон Червяков. Новости. Ну и сейчас о спорте. Идеальная форма, высокие оценки судей и никакого допинга. Известный и титулованный алтайский бодибилдер Александр Барбашин завоевал очередной трофей, став на этот раз чемпионом Европы. Дмитрий Гладких знает все подробности. Для Александра Барбашина чемпионат Европы стал очередным спортивным испытанием, с которым алтайский спортсмен вместе со своим тренером Денисом Капустиным справились на отлично. На этот раз он выступал в новой категории Games Classic Bodybuilding. Турнир проходил в испанском городе Санта-Сусанна. Подготовка к этому крупному европейскому старту, участие в нем Барнаулиц принимал впервые, началась сразу после Нового года. Три раза в неделю, почти два часа, Александр занимался в тренажерном зале под руководством своего наставника, который верил в успех своего подопечного. Чтобы подойти к ответственным стартам в идеальной форме, пришлось работать по специальной программе и отказаться от аэробных упражнений. Если говорить о бодибилдинге как о виде физической культуры, она необходима. Обязательно для того, чтобы поддерживать сердечно-сосудистую систему, для того, чтобы поддерживать весь организм в нормальной форме. Но если мы говорим о максимальном результате, то она может помешать. И поэтому мы старались больше делать каких-то таких восстановительных процедур. Массаж, баня и так далее. Одним из главных требований для выступления в новой категории было обязательное прохождение допинг-тестов. Именно с Games Classic Bodybuilding президент Международной Федерации Рафаэль Сантоха планирует попасть в программу Олимпийских игр. Кроме того, обязательным являлось правильное соотношение роста и веса по сравнению с традиционным классическим бодибилдингом. В итоге заявку на участие в ней подали всего шесть спортсменов. Благодаря опыту и хорошей подготовке Александр стал чемпионом Европы, уверенно обойдя по очкам завоевавшего серебро эстонца Сиима Савиасаару и занявшего третье место румынца Драгаса Януту. В мечтах у Александра, как и у любого профессионального спортсмена, возможность выступить на Олимпийских играх. Получится это сделать или нет, и войдет ли бодибилдинг в большую олимпийскую семью, покажет время. Ну а пока в планах нового чемпиона Европы отдых и продолжение работы со своими подопечными. А уже в сентябре поездка в качестве тренера на крупный международный турнир. Дмитрий Гладких, Денис Кузьменко, новости. На этом у меня пока все. Еще больше новостей вы можете найти вот здесь. Я желаю вам хорошего вечера. Оставайтесь с нами.